Приветствую вас. Что могу сказать? Я опираюсь на те данные, которые вы дали, на все вводные данные, которые вы дали. Могу сказать, что есть высокий достаточно процент тревожности. У вас очень высокий процент тревожности. И мне кажется, что этот процент тревожности, он дает, собственно, ту историю, из-за которой вы себя вот так вот ощущаете. Понимаете? То есть мне вот, лично мне кажется, что проблема, она вот пока, понимаете? Что есть тревожности, это именно вот игнорирование, ну, как неких вот своих эмоций, да, неких своих чувств, неких своих переживаний. Вот. И это у вас, ну, скорее всего, идет из детства еще. Так вот. Ну, действительно, эта история, которую вы объясните, она действительно идет из детства. И вам в детстве вот, ну, по-видимому, запрещали выражать какие-то чувства, да, вам с детства запрещали выражать какие-то эмоции. Короче, были какие-то факторы, были какие-то факторы, которые вот сыграли свою роль. Вот. Вопрос только, конечно, заключается в том, что это за факторы. Потому что, ну, сейчас, на данный момент, да, понять точно, о чем идет речь, нельзя. Да, именно, именно вот, именно вот точно понять, о чем идет речь не получается. Потому что, ну, слишком, слишком мало информации вы даете о себе. Вот. Также, в принципе, можно вести речь о панических атаках. Да, то есть, ну, можно предположить, что у вас есть панические атаки. И можно предположить, что именно они, панические атаки, вам не дают покоя. Да, то есть, вот те эмоции, которые вы себе подавляли, да, они вот вам дают о себе знать. Ну, сейчас, вот, видео, таких, ощущений, таких, переживаний. А, ну, достаточно негативных. Вот. Такая вот история. И, соответственно, с этим нужно работать. Вам. Вот. Вот. Вы пишите, что у нас комок в горле, страх и паника. То есть, следствие для свидетельства, эээ, внутренних противоречий. Ну, конфликтов. Скорее. На чем, на чем, на чем у вас базируются они, то есть, эээ, конфликтов, на чем они базируются у вас, что они из себя представляют. И помочь вам их разрешить. А я, честно говоря, не думаю, что это, прямо, очень сложная задача. Эээ, вот. Эээ, я думаю, что это, если вы готовы, эээ, если вы готовы работать над собой, то, задача, это, не самая сложная. Вот. Да, ксен, лавчилет, тревоженцы к личности, вот. Я, опять, предполагаю, что, эээ, вообще, вот, как раз, физиологическая организация предполагает некую такую, импульсивную стревожность и так далее. Но, как бы, легче от этого вам, ну, не станет. Потому что, допустим, ну, допустим, что я, допустим, так считаю, да, или вот кто-то еще так считает. Вам вряд ли будет легче от этого. Поэтому, эээ, необходимо работать с мыслями, с чувствами вашими, чтобы вы, эээ, учились с ними, как-то, вот, взаимодействовать, чтобы видели в них все-таки своих друзей, а не врагов, как это сейчас происходит. Вот. Эээ... Эээ... Я думаю, что, в целом, так можно ответить вам на вопрос. Вот. Эээ... Значит, ну, да, будем работать с, эээ... детско-радительские отношения, детские впечатления, как отметим, можно и нужно будет работать, потому что очевидно, что влияние этого на вас, в текущую, на вас, ну на настоящее достаточно сильно велико, и как бы началось это в детстве, соответственно, я думаю, что и начинать нужно работать в этом направлении, вот, такая вот история, я надеюсь, что вам это было полезно. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok